МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале ВКТ время новостей. В студии Инга Габешия. Вначале о некоторых темах выпуска. Жители Молдовки отказываются от угля и дров. Сельские дома начали подключать природный газ. 35 школ и детских садов обновили в Сочи к учебному году. Ремонтные работы сегодня завершаются и в Адлерской школе номер 49. Вместо маршрута комфортабельные автобусы, автопарк сочинских перевозчиков снова обновят. В последний день лета в Сочи подводят первые итоги пляжного сезона. Он оказался успешнее предыдущего. В Краснодаре появится аллея олимпийских чемпионов. Такую идею предложил Вениамин Кондратьев на встречу с победителем Игр в Рио-де-Жанейро. Осталось только определиться с местом. На торжественный прием губернатора пришли 20 кубанских спортсменов, которые участвовали на Олимпиаде. Глава региона поздравил чемпионов, а спортивным чиновникам напомнил, для высоких достижений нужна основа. Это очень важно нам сегодня с тем осознать, как вот эти вот медали олимпийские, или самоучастие в Олимпиаде трансформировать в обычную жизнь наших мальчишек и девчонок. Понятно, спорт высоких достижений – это очень хорошо. Но надо сделать так, чтобы спорт стал массовым для детей. Потому что ведь дети – это селекция для спорта высоких достижений. Если сегодня мы эту селекцию не будем делать, если мы сегодня оставим спортивные школы без внимания, районные, сельские спортивные школы, поселковые, то, по большому счету, большая река российского спорта же иссякнет. Губернатора в этом поддержал тренер женской сборной России по гандболу. Он привел команду к чемпионству в Бразилии. Евгений Трифилов, который также тренирует гандбольный клуб «Кубани», считает, что уже со школы нужно искать талантливых ребят. Всего кубанские атлеты завоевали в Рио шесть медалей, три из которых – золотые. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Что мешает реализации инвестпроектов в Крае, скоро можно будет узнать на специальном интернет-портале. На Кубани разрабатывают единую информационную систему. В нее будут включены все проекты региона и их степень готовности. Об этом заявили на заседании комиссии по улучшению инвестклимата. Провел его губернатор Вениамин Кондратьев. Какие еще меры планируют принять для привлечения инвесторов, расскажут наши краснодарские коллеги. Частные инвестиции эффективнее бюджетных. Об этом на совещании говорили не один раз. За полгода в экономику Края удалось привлечь 143 миллиарда рублей. Однако сумма на треть меньше, чем за такой же период в 2015-м. Чтобы бизнесмены захотели вкладывать свои деньги в краевые проекты, для них нужно создавать комфортные условия, напоминает собравшимся Вениамин Кондратьев. Инвестклимат в регионе станет теплее, если из кабинетов чиновников уйдет излишний бюрократизм. В создании инвестиционного климата в регионе все принимают участие. И органы власти, органы муниципального управления, и правоохранительные органы. Никто не отсидится за отсутствием якобы своей компетенции. У нас одна с вами, одна общая компетенция – создание комфортных условий для инвесторов. Любое давление на бизнес, на инвестора должно получать жесткую оценку со стороны власти. Тогда на самом деле неповадно будет тем, кто пытается создать припоны, и инвестор будет видеть, что каждый случай вот такого толпа является предметом рассмотрения самой власти. Вот всему этому грошу цена. Если все инициативы инвесторов будут разбиваться от чиновничьего волокиту, вот эти вот искусственные припоны… Палки в колеса бизнесменам нередко вставляют и естественные монополии. Высокая стоимость подключения к инженерным сетям, отсутствие необходимых лимитов – это лишь часть того, с чем сталкиваются предприниматели. По словам прокурора Края, чаще всего ресурсоснабжающие компании грешат неоправданным расчетом цен. В большинстве случаев цена присоединения одного и того же объекта, рассчитанная разными способами, отличается в разы. Но это не все предприниматели знают об этом и чем ресурсоснабжающие предприятия, пожалуйста, пользуются. Пора нашим гражданам завершать, бояться или говорить, что они боятся. Чего боятся-то? Есть телефон доверия администрации, есть телефоны доверия ВМВД, есть телефоны доверия ЧИТ ФСБ. Так давайте, ЧИТ и прокуратуре, давайте нам информацию, мы будем ее совместно проверять. Я думаю, что мы не дадим возможности любым посредникам наживаться. На каком этапе реализации проекта и по чьей вине случилась проволочка, вскоре можно будет отследить. Для этого на Кубани сейчас разрабатывается специальный интернет-портал – единая информационная система сопровождения. В нее будут включены абсолютно все проекты региона, их статус и степень готовности. Заработать этот механизм должен до конца года, обозначает сроки глава края. Где у нас информационная система? До конца года будет внедрена в промышленную эксплуатацию, сейчас внедрена в пилотном режиме. И все проекты, которые зашли в край, там будут четко отражены. И будет сопровождение этих. Нужна сегодня жесткая, прозрачная, конкретная система контроля над прохождением всех инвест-проектов. И она должна быть, на самом деле, актуальна эта система. И работать в актуальном ежедневном режиме. Ослеживать, что с каждым проектом, с маленьким или большим, на какой стадии он находится. Сделайте прозрачность, четко работу с инвесторами, прозрачную схему сделайте. Для улучшения инвест-климата в край вводят различные льготы и налоговые преференции для бизнеса. Однако все это может остаться невостребованным, если не решить вопросы с бумажной волокитой и коррупционными схемами, уверен Вениамин Кондратьев. Кроме того, проекты, которые край предлагает инвестору, должны быть реальными для воплощения в жизнь. Давайте завязывать с этой профанацией. В крыльных масштабах завязывать просто. Или работать с инвесторами, или не плакать, понимаете, что денег нет. Зарабатывать их надо. Зарабатывать. Или уговаривать инвестора заходить и помочь вам заработать. Давайте реальные проекты выставлять и реально ногами ходить к каждому инвестору. Создавать условия, конкретные условия, чтобы инвестор не то что не ушел, а еще и больше расширил свои инвестиционные вливания в муниципалитет или в край. Убедите вы и наших местных бизнесменов, больших, маленьких, вложиться в собственный район. Вслед за ним придут инвесторы из-за пределов края. Но если инвесторы перегорят, если они просто уйдут в другие регионы, это мы с вами потеряем новые рабочие места и налоги. Мы с вами потеряем. Инвесторы сегодня готовы вкладывать в экономику края. Об этом говорят и цифры статистики. По результатам первого полугодия в национальном рейтинге состояния инвестклимата Кубань заняла седьмое место из 76 регионов. Но сохранить эту позицию возможно только при условии поддержки бизнесменов со стороны власти. Мария Крошный, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань, 24, Краснодар. В Молдовке дома начали подключать к природному газу. Этого жители села ждали десятки лет. Сети провели еще по олимпийской программе. И вот теперь хозяева частных домов один за другим отказываются от отопления дровами и от газа в баллонах. Некогда эта часть Молдовки называлась «Десятидворка». Название появилось после того, как десяти семьям, работающим в здешнем совхозе, выдали десять наделов – участков. Сейчас это сельская оживленная улица Тимошевская. Но некоторые старожилы до сих пор называют это место «Десятидворка». Сергей Тополян – один из тех самых старожилов. Живет в Молдовке около полувека. Обустроил дом, вместе с женой Раисой вырастил детей и внуков. Говорит, уже не верили, что природный газ к ним придет. Когда мы приехали сюда, мы ждали все время газу. Топили дровами, углем. Потом стали заказывать баллоны. Нам обещали природный газ. И стали проводить. Я думаю, все, это будем ждать, как раньше. Годами, много лет. А оказалось, вот те, да. Что касается дров, то от них сегодня отказываться не собираются. Для традиционного шашлыка они незаменимы. Сегодня им занимается Сергей Тополян-младший, внук хозяина дома. Он вырос здесь. Скоро собирается создать и свою семью. И продолжать заботиться о бабушке с дедушкой. Отопление, какое было до этого на дровах, это совсем, сейчас намного проще. Сейчас прямое подключение. Пожилые дедушка с бабушкой очень довольны. Пока дрова горят, а мясо ждет своего часа, супруга Сергея Тополяна-старшего готовят не менее традиционный кофе. Уже на природном газе. На запах кофе и шашлыка подтягиваются соседи. Для главы сельского округа это еще одна возможность объяснить, как именно можно подключиться к газу. В администрации Молдовки помогают составить необходимые документы. Около 40-50 человек каждый день к нам в администрацию приходят. То есть новость о том, что в селах появился газ, оно доходит до населения. У нас находится специалист Сочи Горгаза, который принимает документы. Хочу напомнить населению, что пока технические условия выдаются бесплатно. Действительно на два года. В администрации находятся и представители банков, которые помогают оформить льготные кредиты для пенсионеров. По подсчетам местных властей, около 40% дворов округа или уже подключились к природному топливу, или находятся в процессе оформления документов. Осенью он пойдет активнее. Сейчас многие или в отпуск, или заняты в туристической сфере. Ну а пока, прямо за столом, соседи договариваются подключение каждого нового дома к сетевому газу отмечать за стульем с шашлыком. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. В Сочи ремонтируют очередную сельскую дорогу. На этот раз асфальтовые покрытия меняют на улицах Краево-Греческое и Земляничное. Ремонт дороги на этих улицах производился целой бригадой асфальтоукладчиков и асфальтобетонщиков. В целом, восстановлением верхнего слоя покрытия проезжей части занимается 15 человек, а также два катка, тракторы и самосвалы. Общая площадь получается порядка 880 квадратных метров. Старые куски, которые были не сделаны, мы их сейчас заново перекрываем. А это плановые работа? Это плановые работа, да. Как известно, на ремонт сельских дорог Сочи выделено 336 миллионов рублей. Власти города отмечают, жизнь в высокогорных районах не должна отличаться по уровню комфорта и благоустройства от прибрежной части курорта. И на это будут направлены необходимые средства из бюджета. 35 школ и детских садов обновили в Сочи к новому учебному году. В одних образовательных учреждениях осталось протереть окна от пыли, а кое-где еще работает тяжелая техника. Ремонтные работы сегодня завершаются в Адлерской школе номер 49. 49-я школа старейшая в городе Сочи. Свои двери она открыла в 1938 году. Несмотря на почтенный возраст, образовательное учреждение выглядит достойно. Благодаря поддержке муниципалитета и шефской программе сочинских единороссов, здесь ежегодно проводят необходимые адлерской школе работы. Не остаются в стороне и родители учеников. Я сама в эту школу ходила и заметно преобразилась очень наша школа. В нашем классе поменяли мебель, в других классах поменяли мебель, ремонт косметический проведен везде, везде висят видеокамеры, все намного лучше стало. Мой ребенок вообще всегда обращает внимание на вид, всегда обращает внимание. И сначала он сказал, ой, мам, я не хочу в эту школу, а сейчас он говорит, мама, тут такая хорошая школа, здесь так красиво, как здесь хорошо. За счет городского бюджета в образовательном учреждении отремонтирована кровля, а за счет шефских – спортивный зал. На сегодняшний день завершено обновление фасада здания начальной школы. Последние штрихи – за дорожниками. Специалисты меняют асфальтовое покрытие на пришкольной территории. Здесь старое существующее покрытие, вот как вы обратили внимание, местами ямы есть, местами трещины есть, есть какие-то инородные там, вкрапления бетона. Мы это все выравниваем асфальтобетоном, соответственно, делаем ровность для того, чтобы вода уходила. Ну и стараемся сделать так, чтобы это надолго и на века. Специалисты уверяют, 1 сентября здесь не останется и следов от работы 12 единиц самосвальной техники, тракторов и катков. С работой мастера управятся за сутки. Главная работа этого года – это асфальтирование школьного двора, потому что самые большие торжественные праздники, 1 сентября, последний звонок общешкольной линейки у нас проходит именно во дворе школы. И в этом году праздник первоклассников состоится как раз на новой территории, на новое покрытие, поможет создать как раз атмосферу этого праздника. В этом году 49-я школа имени Николая Кондратенко примет 123 первоклассника. В целом же за парты сочинских школ сядет более 7 тысяч новоиспеченных школьников. Ольга Десятого, Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. На одной из улиц Сочи задержан молодой человек с наркотиками. Внимание полицейских он привлек своим поведением. При виде стражей правопорядка заметно нервничал. При личном досмотре правоохранители нашли в карманах одежды 19-летнего жителя ближнего зарубежья два полимерных пакета. В одном из них находился белый порошок, во втором – темно-коричневое вещество растительного происхождения. В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили по месту временного проживания подозреваемого еще несколько полимерных пакетиков с наркотическим веществом. Проведенная экспертиза показала, что все изъятые вещества действительно являются наркотиком общей массой более полукилограмма. В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие. Санкции статей предусматривают длительные сроки лишения свободы. Тайник в экскурсионном автобусе обнаружили сочинские таможенники. Транспорт, следующий из Абхазии, вызвал подозрения и был направлен на рентген-контроль. Он и выявил скрытые в технологических полостях блоки сигарет с абхазскими акцизами. Всего 4406 штук. Как пояснил водитель, гражданин Абхазии, он решился на рискованную перевозку с целью подзаработать. На весь товар был наложен арест. Рыночная стоимость партии – 1 миллион 812 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусмотрен штраф до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до 5 лет. Автопарк сочинских перевозчиков должен быть обновлен. В последний раз новые автобусы появились в канун Зимней Олимпиады. Но если транспорт большой вместимости по-прежнему радует пассажиров, то о комфортной поездке в маршрутных такси пассажирам остается только мечтать. Сегодня в Сочи в сфере пассажирских перевозок работают 7 транспортных компаний. Еще одна – муниципальная Сочи Автотранс. Ни много, ни мало – 800 единиц техники. Автобусы в большой вместимости и маршрутных такси каждый день выходят на улицы города. В последний раз масштабная транспортная реформа на курорте произошла в канун Зимней Олимпиады. Современные автобусы с кондиционерами, камерами видеонаблюдения, системами пожаротушения. И сейчас многие выбирают из-за комфорта. А вот к микроавтобусам или маршруткам претензий много. И у пассажиров, и управления транспорта. Их и нужно менять. Срок поставлен до начала чемпионата мира по футболу. Кубку конфедерации к чемпионату мира по футболу. Транспорт предприятий частных также должен быть обновлен. Естественно, там должны быть кондиционеры. Он должен отвечать всем требованиям безопасности. Ну и украсить наш город к чемпионату мира. Чтобы людям было очень комфортно ездить по нашему городу. И гостям курорта в том числе. Покупка новых автобусов – дорогое удовольствие. Поиском поставщиков занимается администрация. Принимают все предложения. Главные критерии – качественная продукция и выгодные условия продажи. Так, группа «Газ» вышла на сочинский рынок с предложением о поставке транспорта. Но к переходу на газовое оборудование сочинские транспортники оказались пока не готовы. От местных перевозчиков пока ни одной заявки. Хотя такие машины обошлись бы покупателям почти в половину дешевле. Для вас это снижение, опять же, стоимости владения, стоимости эксплуатации автобусов. При этом, получая такую субсидию, однозначно это выгодно для вас. То есть и по стоимости инвестиций непосредственно в покупку. У сочинских предпринимателей есть причина отказываться от газа. В городе, по словам перевозчиков, отсутствует необходимая инфраструктура. Заправочные станции, станции обслуживания таких автобусов на курорте пока недостаточно развиты. Я еще раз говорю, у нас не развита инфраструктура. У нас нет этановых заправок. А одновременно ставить заправки? Хотя бы две заправки в Сочи поставят. В центральном районе. Вопросы у предпринимателей вызвала и комплектация новых автобусов. Целый список требований к пассажирскому транспорту часто вынуждает собственников вкладывать дополнительные деньги в оснащение. Кондиционеры определенной мощности, камеры конкретного разрешения и так далее. Поставщики предложили составить список требований к машинам и учесть их при сборке на заводе. Есть проблемы. Они связаны с наличием газовых заправок. Проблемы связаны с тем, как это оборудование будет поставляться, как это оборудование будет работать на высокогорных маршрутах, в отдаленных селах. В течение месяца перевозчики совместно с Департаментом транспорта определятся, где и какие автобусы будут закупать для города. Так или иначе, автопарк Сочи будет обновлен. И в год проведения Чемпионата мира по футболу пассажиры будут передвигаться по городу с максимальным комфортом. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. В последний день лета в Сочи подводят первые итоги пляжного сезона. Как отмечают в мэрии, он оказался успешнее предыдущего. На курорт приехали порядка 4 миллионов гостей. Впрочем, и без проблем не обошлось. И связаны они были как раз с территориями для купания. Где-то было недостаточно чисто, где-то не хватало душевых кабин или раздевала, а кое-где и береговая полоса оказалась недостаточно широкой. Причина, образно говоря, в хозяйской руке. И недостаточно крепкая она была, как уверяют в администрации курорта, у ведомственных пляжей, в работу которых сочинские власти вмешиваться не могут, так как это федеральная собственность. Можно ли изменить ситуацию? Узнаем из следующего сюжета. При населении в полмиллиона человек ежегодно Сочи посещают по 6 миллионов туристов, две трети из которых приезжают на курорт летом. Растут и доходы, однако большая их часть идет владельцам отелей, ресторанов, развлекательных объектов. Санаторно-курортная отрасль является для городского бюджета формирующей. Однако налоговых поступлений недостаточно, чтобы в полной мере покрыть издержки на содержание дорог, зон отдыха, природных достопримечательностей и инфраструктуру ЖКХ. А именно на них в разгар высокого сезона нагрузка возрастает многократно. И здесь уверены сочинские власти, курортный сбор, обведение которого сейчас говорят на федеральном уровне, мог бы стать хорошим подспорьем. Мировая практика свидетельствует о том, что устанавливается некий сбор, за счет которого и компенсируется доходная часть муниципалов, для того, чтобы они могли создать для этих миллионов граждан те условия, которые по большому счету они хотят введить. По мнению специалистов, курортный сбор может принести в бюджет Краснодарского края более миллиарда рублей в год. И Сочи, как крупнейший курорт, может рассчитывать едва ли не на половину этих денег. Их можно направить в том числе и на развитие пляжей. И здесь очень важно, чтобы у властей курорта в принципе была возможность этими зонами для купания распоряжаться. Потому что на сегодняшний день далеко не все они находятся в ведении муниципалитета. А разница есть. Городские пляжи стали гораздо более комфортными. Их регулярно расширяют и благоустраивают. Причем делают это арендаторы, которые поставлены в жесткие рамки. Роман Донец, директор одного из муниципальных пляжей, говорит, работают, не покладая рук. Постоянная уборка у нас происходит, то есть никакого мусора. Обеспечение безопасности происходит следующим образом. У нас на один пляж приходится два спасателя, один находится на вышке. Второй осуществляет деятельность и контроль на воде. Вход в воду, крупные камни убирались, рассеивались, чтобы был более комфортный вход в воду. А вот, например, на пляже Фазотрон в микрорайоне Мамайка дела обстоят куда хуже. Морское течение съело едва ли не половину берега. На волнорезе торчат железные скобы, а люди вынуждены спускаться к воде по узкой металлической лестнице. Говорить о безопасности отдыха, отмечают представители мэрии, здесь не приходится. Но это федеральный пляж. Арендаторы или собственники таких прибрежных территорий зачастую находятся не в Сочи. И администрация курорта чаще всего вообще не может найти собственника. Не говоря уже о том, чтобы заставить его благоустроить пляж. Учитывая, что, как правило, на таких пляжных территориях контроль достаточно слабый со стороны арендатора, постоянно, в том числе благодаря человеческому фактору, возникают сложности и в безопасности на воде, и в антитеррористической безопасности, и в качестве уровня сервиса. В администрации курорта уверенно исправить ситуацию можно. Для этого необходимо все пляжи передать в ведение города. Но это процесс длительный и кропотливый, и целый ряд политических решений предстоит рассматривать уже за пределами Сочи. Впрочем, работа в этом направлении уже началась. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ. К другим новостям. Победителем региональных соревнований по многоборью спасателей стала команда из Краснодара. У сочинцев серебро. Также местные спасатели отличились в личных зачетах. На протяжении недели семь команд из Краснодара, Адыгеи, Волгограда, Ейска, Туапсе, Крымска и Сочи соревновались в многоборье спасателей. Участники ликвидировали последствия условного ДТП, очагов возгорания, эвакуировали людей из зданий, демонстрировали навыки ведения поисково-спасательных работ в пещерах, на скальных участках, сплавлялись по горной реке, работали с водолазным снаряжением, сдавали кросс на три километра и упражнения на перекладине. В итоге победителем региональных соревнований по многоборью спасателей стала команда Краснодарского поисково-спасательного отряда МЧС. Второе место взяли спасатели южного регионального отряда. Замкнули тройку призеров спасателей из Адыгеи. В личном зачете на перекладине первое место между собой разделили Абдул Кадыр Накостоев, спасатели из Краснослободска и сочинец Евгений Колосов. Он же стал победителем в личном первенстве по кроссу. На сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Все салоны тканей для дома предлагают широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире.